здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня у меня для вас рецепт бисквита какие ингредиенты нам нужны яйца сахар ванильный сахар мука разрыхлитель лимонный сок и лимонная цедра точное количество ингредиентов вы увидите у себя на экране в начале видео и в описании под видео для этого бисквита я взяла яйца комнатной температуры сначала у 6 яиц отделяем желтки от белков делаем это аккуратно чтобы в белки не попали желтки желтки пока оставим в сторону посуда в чем мы взбиваем белки должна быть чистая и обезжиренная на низких оборотах миксера взбиваем белки до пышной пены пока сахар не добавляем вот такая воздушная белковая пена получается с этого момента начинаем вводить сахар в несколько этапов сразу добавляем ванильный сахар и добавляем сахар по чуть-чуть и начинаем взбивать опять же на низких оборотах миксера у меня единица ввожу очередную порцию сахара добавляю последнюю порцию сахара и лимонный сок и взбиваем до полных пиков взбитые белки уже готовы получаются вот такие крепкие и глянцевые с этого момента миксер нам не нужен будем работать только венчиком по одному вводим желтки венчиком смешаем до полного растворения желтка теперь в муку добавляем разрыхлитель хорошенько смешаем это все и в два или в три этапа добавляем к яичной сахарной массе работаем тоже венчиком аккуратно снизу вверх чтобы тесто не опалило постараемся подобрать муку со стенок посуды у нас не должно быть не промешанной муки вожу последнюю порцию оставшуюся муку около 1 столовой ложки добавила к цедре хорошенько смешаю и вожу в тесто и перемешиваю аккуратно опять же снизу вверх подбираем всю муку со стенок посуды у нас должно получиться тесто без комочков я буду работать уже лопаткой получается вот такое тесто по густоте переложу тесто в форму дно формы я покрыла пергаментной бумагой дно и бока формы ничем не смазываю форма у меня диаметром 27 сантиметров если хотите высокий бисквит возьмите форму маленького размера ну например 22-24 сантиметра распределяем тесто равномерно по форме чтобы бисквит у нас получился ровным печем бисквит в заранее разогретой духовке температура духовки 170 градусов у меня включен режим низ вверх я поставлю на средний ярус мой бисквит уже готов оставлю бисквит в форме 5 минут дам слегка остыть потом извлеку из формы готовность бисквита проверяем шпажкой шпажка выходит сухая значит бисквит готов первые 20 минут пока бисквит находится в духовке дверцу духовки не открываем потом только можем проверять готовность бисквита шпажкой извлеку бисквит из формы ножом пройдусь по стенкам формы вот такой по высоте бисквит получается он очень легкий если хотите высокий бисквит то перейти форму поменьше вот так выглядит но бисквита вот так пока бисквита он очень легкий перенесу бисквит на решетку дам полностью остыть и потом порежу на коржи бисквит хорошо остыл порежу и покажу как внутри получилось вот такие три коржа у меня получились они очень нежные мягкие пористые и бисквит очень приятно пахнет лимоном бисквит я порезала на три тоненьких коржа они мне такими понадобятся для моего торта по этому рецепту получается отменный бисквит желтовато лимонного цвета и с очень приятной лимонной ноткой и он очень легкий мягкий и пористый вместо лимонной цедры можете в тесто добавить апельсиновую цедру и у вас получится бисквит с насыщенным апельсиновым ароматом этот бисквит может стать хорошей основой для любого торта таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч